Приветствую вас! Итак, вы имеете свою определенную позицию по поводу финансовых составляющих. Она у вас четкая, вы в ней уверены, менять ее вы не собираетесь очень уверенно. И вся суть в том, что мужчина зарабатывает недостаточно, чтобы плюс к вашим деньгам, к вашим средствам, чтобы еще что-то было. Я думаю, что у мужчины несколько другое представление о том, как выстраиваются отношения. Я думаю, что у мужчины есть своя позиция по финансам. Я думаю, что он, так же как и вы, менять ее не хочет. Вы совершенно браво говорите, что он не хочет, не хочет только меня. Но в этом вы с ним похожи. В плане того, что и вы тоже менять или не менять ничего не хотите. По сути, вы говорите о том, что таким, какой ваш мужчина есть, вы его не принимаете. С его представлениями о финансовых отношениях, с его представлениями о распределении ролей и прочее. Вы его не принимаете и это по большому счету ваше право. Я не думаю, я не думаю, что кто-то может вас заставить, его принять. Как и кто-то может заставить вас менять свою позицию, если вы сами этого не хотите. Собственно, вам нужно и определиться с тем, чего вы хотите. Потому что, на мой взгляд, своего мужчину вы не любите. В данном мере, любите не чистой любовью, а любовью с определенной примесью желания. Любовью с определенной примесью потребности. И эти потребности мужчины не удовлетворяются, а таким, как он есть, принять вы его не можете. Соответственно, либо вы меняете характер ваших отношений, превращаете их в более расчетливых. То есть, чтобы мужчину замотивировать здесь, зарабатывать больше, вам нужно больше ему предложить. Вот. Либо вы с человеком расстаетесь и выбираете себе другого мужчину, который будет соответствовать вашим представлениям о том, каким должен быть партнер. Но здесь встает вопрос о том, что, с одной стороны, вы до спор этого не сделали, а значит, в той или иной степени к этому мужчине вы привязаны. С другой стороны, в своем предыдущем вопросе вы писали о том, что ревнуете к его дочери. И это говорит о вашей неуверенности в себе. Это говорит о том, что вы сравниваете себя с другими людьми. Это говорит о том, что людей вы в некотором смысле воспринимаете, ну, как то же, что может вам принадлежать. А вот это уже достаточно деструктивная позиция, потому что человек другому человеку принадлежать не может. Я думаю, что сначала надо бы разобраться с этими моментами, если они для вас до сих пор актуальны. Потом сформулировать то, чего вы хотите, потому что вы говорите, как замотивировать мужчину зарабатывать. Вы решаете, получается, не свою проблему, а проблему мужчины, а это на самом деле уже деструктивные отношения, в которых вы пытаетесь, там, что-то из своего партнера слепить, что, как правило, людьми воспринимается крайне негативно. Вот. Ну, потому что это выглядит, как посягание на личной границе человека. Поэтому я порекомендовал вам подумать в этом направлении. Вот есть у вас определенная финансовая позиция, она ваша, вы не уверены, вы не хотите ее менять. Ну, не менять. Но необходимо, чтобы партнер либо разделял позицию, либо мог хотя бы ее поддерживать. Ваш мужчина, очевидно, ее не разделяет и не может поддерживать. Возникает вопрос, для чего вы с этим мужчиной. Вы либо меняете свою базу, либо с ним расстаетесь. В противном случае это очень болезненные отношения, где каждый пытается друг друга поменять. То есть вы пытаетесь поменять мужчину, мотивируя его больше за работу. Да, он пытается поменять вас, склоняясь к тому, чтобы вы тоже вкладывали в общий бюджет. И мне кажется, что подобное взаимодействие ничему хорошему не приведет. По крайней мере, достаточно сложно в такой ситуации остаться самим собой. Сложно в такой ситуации остаться тем, кем ты являешься. То есть вам, Анна, остаться той, кем являетесь вы, а вашему мужчине остаться тому, с кем является он. То есть, основная проблема в том, что вы хотите поменять мужчину, с которым вы сейчас встречаетесь. Вы его хотите поменять. То факт, что вот, вы хотите его поменять, а фактически вложить ему свои мысли. И сделать так же, чтобы он думал так же по отношению к финансам, как и вы. Фактически это означает перенос ответственности себя на другого человека за то, что вы хотите. То есть, вы хотите чего-то, вы не желаете брать личную ответственность. Ну, например, смотреть на мужчину, который реально может вам это все предоставить. Или, самостоятельно, обеспечить себя тем, что я бы назвал безопасностью или тревожностью. Ибо вы говорите, что вот будет у меня ребенок, и как мы будем видеть. То есть, это такая, знаете, тревожность по поводу будущего. И, с одной стороны, безусловно, вы правильно делаете, что беспокоитесь о будущем и правильно думаете о том, как будет протекать ваше материнство. На другой стороны, ваши мысли свидетельствуют об отсутствии доверия с вашим славным мужчине. А если отсутствует доверие с вашим славным мужчине, то значит, отсутствует доверие и к вам помочь. То есть, вы сами себе не доверяете. И не доверяете своим чувствам, не доверяете своим эмоциям. Возможно, боитесь догнаться в себе в чем-то и так далее. Ну, компенсируйте это вот с такой моделью поведения, как вы себя описываете. Детский свод, у меня свои деньги, может, у мужчины, на мужчине бюджет семейный ключ, он должен мне еще что-то давать. Вот. То есть, у меня это ощущение, что вы пытаетесь кому-то что-то доказать. Понимаете? Самое что, в противном случае, если вы видите, что человек не разделяет ваши взгляды, если вы видите, что с того человека другая позиция, почему вы относитесь к этой позиции неуважительно, пытаясь ее поменять. Ну, вам же, наверное, будет неприятно, если ваши позиции будут пытаться изменить. Вот, к сожалению, один мой коллега в ответе вам именно это попытался сделать, попытался сделать. Ну, я уверен, что вам это неприятно. Вот. Ну, и то же самое вы делаете по отношению к своему мужчине или вы считаете, что он подобного не испытывает, когда вы ему говорите. Вот. То есть, в чем проблема позволит себе быть той, кем являетесь вы, и мужчине тем, кем является он? И спросить себя, готов ли я принять его таким, как он? Если нет, в нашей любви тоже нет, значит, мы достаем, если вы выступаете за духовные, любовные отношения. Вот. И если нет, если вы согласны на отношения по расчету, тогда вы просто договаривайтесь, что вы даете мужчине для того, чтобы он давал вам. И что он дает вам для того, чтобы вы давали им. Все. То есть, тут вариантов больше никаких нет. Ага. Это то же самое, что если бы вы, например, были бы католиком, а ваш мужчина был бы, например, буддистом. И вот у вас две принципиально разные религии, два принципиально разных мировоззрения. Ну вот. И каждый друг друга пытается переделать. Почему это приведет? Вот. Другой вопрос, для чего переделывать? Это когда люди пытаются переделывать, ну, друг друга или других людей, всегда идет речь о страхе. Это все делается из-за угрозы. Человек-человек, грубо говоря, человек чистывает угрозу от того, что кто-то не разделяет его мнение. Ну, например. И ему нужно срочно проложить все усилия для того, чтобы человек начал думать так же. Слышь, проблема не в том, что вы не можете заметить мужчину, а в том, что ему неинтересно то, что вы предлагаете. Просто неинтересно. Не такой человек. Вот если вы верите в человека, а я нет, он мне будет рассказывать про свою веру, а я скажу, извини, извини, неинтересно. То есть, как бы, вы можете говорить, как мне это мотивиться, демотивировать Андрея, чтобы он, там, изучал, например, мою веру, да, мою религию. Ну, да и тебе никак. Нет, просто неинтересно. Вы меня не демотивируете. То есть, вы можете, вы можете пообещать какую-то награду за то, что я это сделаю. Да, я в таком случае это сделал. Но изменюсь ли я, стану ли я другим? Наверное, нет. Потому что процесс изменения, он всегда очень личный. И он проходит со человеком лично. Когда говорят, как мне это мотивировать кого-то на что-то. Это всегда про все-таки перекладывание на человека своей ответственности. Я понимаю, вы можете бояться, например, того, что, ну, что вы опять останетесь без мужчины и что вам снова придется искать мужчину. В таком случае уже можно вести речь о том, для чего вам мужчина. Например, показалось, что вы хотите создать семью и хотите ребенка. Вот, давайте разбираться, зачем. И такие вещи, как возраст, там, то, что нужно иметь ребенка. Давайте, давайте мы это все опустим. Вот. Самое следование более чем стереотип. Вот. Зачем ребенок? Лично вам. Какие у вас ожидания от него и прочее, прочее, прочее. Вот. Я думаю, что будет лучше для вас и для ребенка, если вы не будете иметь по отношению к нему никаких ожиданий. Если почитать сайт, да, то можно найти один десяток вопросов, где люди обращаются к специалисту только потому, что родители когда-то от них чего-то ждали. И в итоге все это превратилось просто в постоянное требование от того, что родителям нужно. Вот. Хотя вы вот можете мои ответы посмотреть, послушать. Вот. Там, я полагаю, вы найдете по заголовочкам, найдете примеры тех проблем, когда родители чего-то требуют от своих детей, чего-то ждут и что из этого получается. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Я надеюсь, что ваша ситуация будет разрешена. След molecular coisa. Спасибо за мой номер. Продолжение следует... Продолжение следует...